Почему я свекровь называю свекровью? Сейчас мы приехали в тот самый автосервис. Девочки, смотрите, что мы со свекровью сделали. Вот туда накакал. Представляете? Всем добрый день, мои хорошие! С вами Селена, я начинаю новый влог. Как видите, я уже покрасилась, счастливая, довольная, обновлённая и чувствую себя прекрасно. Вот, что, дни наши продолжаются. Чем сегодня я занималась? Снимала для вас видео, монтировала. Сейчас покушали, со свекровью уже погуляла с Денькой, пока я тут делами занималась. Вот, покушали, сейчас чай будем пить с вкусняшками. Я, короче, радуюсь, не нарадуюсь, мне так всё нравится. Столько родни рядом. Это важный момент. Чего моя мурусь я пришла? Смотри, я снимаю, а они все здесь. Кататейки мои, кататейки мои. К маме пришли такие, а нас снять? А нас? Мы тоже тут члены семьи. В общем, ладно, пойду пить чай сейчас, да, с вкусняшками, помонтирую видосик. Мне кажется, за это время Денька так поправится. Бабуля его так кормит, постоянно слезит, чтобы он что-то ел. И мне кажется, наберёт в весе за это время. Вот, может, сегодня ещё пойдём погуляем. Не знаю, короче, все сейчас заняты делами. И мы тоже. Пойдём, делом займёмся, вкусняшку съедим, чаем запьём. Всем доброе утро. Утро начинается с того, что я приехала в магазин. Пришла, точнее. Хочу посмотреть, что можно приготовить. Сегодня угостить свекровь. Хочется мне запечь, может быть, бёдрышки. Что такое без кожи? Так, это у нас кожа. Хочется без кожи что-то взять. Вкусненькая, как я и делаю. Без кожи бы взять. А? Есть что без кожи, а? Так, есть голень. Нас много. Возьму две. Девочки, смотрите, что мы со свекровью сделали. Я взяла, оказывается, ножки. Это ножки. А я не очень люблю ножки, они вообще-то суховатые. Сейчас хочу их как-то приготовить, попробовать, чтобы они сочными остались. Вот, свекровь почистила картошку, порезала. Что сейчас разогреется у нас в духовке, и мы отправим всё это. Посмотрим, что получится. Поперчила, сверху у меня тут чесночок. Всё это в соусе терияки. Красота. Блин, я, конечно, за этими всеми делами просто совсем забыла, что уже 23-е Деньки на день рождения близится. А ещё 23-е, блин, ещё надо даже торт бы заказать. А я 26-го хочу отметить, потому что 26-е будет воскресенье. Я хочу, чтобы все не работали, чтобы все были свободны, и все пришли на Деньки на день рождения. Было много народу, детей, веселья. И я сейчас обзваниваю площадки, представляете, там, где хотела. Всё занято. Воскресенье, суббота и воскресенье, всё уже занято. Так я как бы за две недели прозваниваю. Понимаете? Надо готовиться к дню рождения за месяц, за два, мне кажется. Вот так вот. Вот. Короче, не знаю. Я надеюсь, что что-то найдётся всё-таки. Уже, наверное, не совсем то, что я хочу, но просто хочется светлое помещение детское. В основном какие-то игровые, они все тёмные. Они все в жёлто-зелёно-синих каких-то цветах. Во-первых, сам по себе этот такой мрачный, мне кажется, какой-то цвет. Мне кажется, оно должно быть, не знаю, что такое, если там девчачье, что-то белое, розовое, если мальчиковое, что-то салатовый цвет, голубой, такие яркие какие-то красивые цвета. Если жёлтый, он немного лимонный какой-то должен быть. То есть всё какие-то вот игровые, может, старые какие-то игровые, да, вот это вот красно-зелёные, вот эти тёмные-синие цвета, мне вообще не нравится. Короче, вот сейчас занимаю, вот главную площадку найти. Найдёшь площадку, мне кажется, всё остальное уже мелочи. Тем более обычно в какой-то площадке всё время допами со скидками предлагают всякие там развлечения, аниматоров и всё такое. То есть тут главная задача найти сейчас площадку, где это всё будет происходить, чтобы во времени всё было как нужно, да, там оплатить и всё. И торт заказать заранее. Прошло 29 минут, девочки, смотрите, какая красота. Сейчас будем пробовать. Картошечка готова, а мясо тем более. И я надеюсь, оно не будет сухое, будет сочное. Сейчас поделюсь. Девочки, как видите, я ножки не выбрасываю, а всех ем до косточки, потому что всё такое сочное. В первый раз у меня вот эта ножка получилась не сухой, а сочной такой. Я делала, короче, готовила 29 минут на 220. И картошка, кстати, получилась тоже не сухая, а очень такая сочная и всё. И вот это, знаете, как это, конвектор. Всё крутилось вот так вот на вот этот режим поставила. До этого я всегда ставила вверх и низ. И готовила 40-45 минут, видимо, пересушивала. Крошки мои. Я встала сегодня первым делом к зубному, короче, поела чуть-чуть, попила кофе и к зубному. Сейчас у меня такой был стресс у зубного. И знаете что, ни уколов, ничего мне не делали. Боли никакой не было. Слепок. Для меня слепок – это стресс. Особенно верхнюю челюсть. Когда засовывается такая, знаете, как лопатка такая на ней, типа пластилина, такая вот мягкая субстанция, на зубы наносится ещё что-то. И вот нужно так 3,5 минуты где-то сидеть. Короче, дышать носом глубоко. У меня такая паника, когда он только сначала засунул эту штуку, и у меня аж ротный рефлекс был. Но мне просто надо с некоторыми вещами свыкнуться. И вот это я сидела такая, дрожала там вся. Короче, оказывается, сегодня не крайний день с этими зубами был. Сегодня сделали только слепок, сняли мне вот эту временную коронку. Там сделали слепок, всё как надо, и одели обратно коронку. И вот только через неделю, когда всё будет готово, вот, мы пойдём уже конкретно делать. Потом у меня будет ещё профгигиена. Он сказал, очень важно сделать профгигиену. Сделаем профгигиену, а потом доделаем зубики, где у меня какой-то кариес есть. Вот. Короче, зубы – это такая тема бесконечная в моём случае. Я так понимаю, что это, знаете, как это говорится? Это генетически, да? И у меня с детства проблема с зубами. У меня кариес очень быстро возникает, и прям нужно следить. Мне кажется, не раз в год надо мне ходить к стоматологу, а раз, блин, в три месяца проверяться. Не появилось ли у меня там пятнышко какого-то. Вот такие дела. Так, бабуля с Дэнией тут у нас играют. Чаёк. Я просто не знаю, что можно, а что нельзя, поэтому я говорю, давай будем спрашивать всё у мамы. А то, когда маме очень нужная вещь, и мы с тобой… Это его игрушка, да, это его очки. Он знает, да. Он, конечно, может что-нибудь взять, то, что ему нельзя. Он такой у меня. Если я ему маму спрашиваю, то есть у мамы? Конечно, разрешение. Когда я не знаю, бабушка? Бабушка не знает, да, что можно, что нельзя. Так, это очки такие одеваешь, их, и видишь то, что внизу. Вот он голову так поднимает, и тогда видит вас. А если он опускает голову, то он видит ноги свои. Ну, померьте, посмотрите. Дэнечка, ну-ка дай мне. Ты маму видишь? Привет. Дэнечка, дай мне. Вот, он видит меня. А если опустит… Дэнечка. Дэн, что за мальчик такой зайчик-то у меня? Че, что это зайчик такой? Бабушке, дай померить, она посмотрит в очки. Это, короче, можно читать лёжа. Это очки для чтения лёжа вообще. Ага, это значит для бабушки. Ну да, типа лежи, отдыхай. Вот одевайте так, и на руки свои внизу смотрите просто. Боже мой, какая я большая. А они, собственно говоря, это… Опа. У них эти обычные стекла. Обычные стекла, да, просто они перевёрнуты там. Дэнечка пошёл развлекаться, ему нравится вот так вот ходить вверх. Я что хотела? Я хотела поотвечать на ваши комментарии. Во-первых, что касается свекрови, у неё два кота есть в их семье, да, у них большая семья. Они живут вместе, жили, во всяком случае, вместе всегда. И два кота, короче, есть в доме у моей свекрови. Поэтому всё нормально. И животные любят, и быстро привыкают вообще ко всей моей родне. И Милка, на самом деле Милка у меня очень такая с характером. Она кусает всех поначалу, потом она всех любит, вот. Ей нужно время, нужно привыкнуть. Она у меня ревнивец, она любит только меня. Всех остальных кусает, она Дэнку до сих пор кусает. Вот кто-то пишет, что даже с экрана Милку боится. Это правда, она у меня грозная. А свекровь, она уже приняла уже и на грудь, ей ложится, и мурлычет, и всё нормально. Это один момент. Второй момент по поводу, что первый раз знакомятся. Во-первых, не первый раз знакомятся. Мы уже приезжали в гости к нашим родственникам, когда они жили на море. Может, кто-то помнит этот влог, мы были в Ялте. И, конечно же, бабушка проводила время с внуками, со своими, и всё прекрасно было. И просто Дэнечка был маленький, тогда ему был годик, наверное. А дети растут, естественно, память может запамятовать. Ну, по видео они слышались, виделись, общались. Но это один момент. А другой момент, когда уже ребёнка оставить, например, с бабушкой со второй. Это же другое дело. Ещё кто-то писал, почему я свекровь называю свекровью, а не по имени или не по имя-отчеству. Она не любит, чтобы её называли по имя-отчеству, или там тётя и имя. Тётя? Да. Она любит, чтобы её просто называли по имени. А я не могу. У меня тётя приучала много-много лет, чтобы я тётю Марину называла. Не тётя Марина, она всё время, какая тебе тётя Марина? Я Марина. У меня просто язык не поворачивался. Она же моя тётя Марина. Она же взрослая тётя Марина. И просто это, честно говоря, прошли десятки лет, чтобы я её называла Мариной. Реально. Это очень тяжело. Соответственно, и здесь. Слышишь, когда первый раз не назовёшь, а потом всё, стопор просто идёт. Вот стоит только один раз сказать, а потом всё по маске будет. Да, первый раз, когда начинаешь говорить, допустим, да, вот, называешь этот самый дядя-тётя, не можешь сразу переключиться, да? Да, поэтому мне проще свекровь-свекровь. А чё, лишний раз? Нет уж, давай лучше... Не нравится, да? Официально Надежда Ивановна. А они так и пишут, что говорят, свекровью не нравится, когда свекровь ей называть. Надо по имени называть или по имени-отчеству, ей будет приятнее. Какое-то противное слово. Свекровь противная? Очень. Да, вот кто-то угадал, не нравится ей. Ну, блин, свекровь мою зовут Надя. Ну, как, как... И все её, все родственники зовут её Надя. Да. У меня всё время... А у меня режет слух, Надя. Ну, в плане, что... Надя, как-то хочется... Ну, что, у меня мужик старший, он изначально, то есть дети вот по дому ходят, и они всё, они говорят, Надя, Надя. Надя, Надя. Ты привыкла к Наде, он не называет меня бабушкой. Это и все меня вот, мальчинка, они называют меня бабушкой. Ой, это мне надо привыкнуть, Надя, Надя. Вообще Надежда Ивановна, свекровь моя. Официровка. Так же, как и я по паспорту. Надежда Ивановна, представляете ли? Связь какая. Надежда Ивановна, Влад, Надежда Ивановна. Да, 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 Надежда Ивановна. Вот, и ещё, ещё связь, то, что Надежда Ивановна, по знаку зодиака, Овин, как и моя мама. У них одинаковая вообще энергетика, какие-то взгляды даже, вот знаете, только в характере что-то есть общее. Но, во всяком случае, я это замечаю, так как я с мамой, с Овном общаюсь долго. Вот и Надя. Вот ещё, знаешь, что, Надежда, ещё плюс то, что мы рождены в Советском Союзе. А, ещё то, что мы в Советском Союзе. У нас ещё тот менталитет советский остался. Да, да. Тут роль играет, конечно, и гороскоп, но и в то же время наше прошлое. Ну, да. В общем, короче говоря, вот понимаете, да, теперь почему вот я так называю? Ну, я буду стараться Надежда Ивановна говорить или Надя, что очень сложно. Надя, представляете? Надя, Надя, вы, Надя, вы будете чай? Надя, вы будете кушать? Я не могу. Ну, кто меня понимает? Ну, напишите, мне нужно время, чтобы так. Надежда Ивановна. А Надежда Ивановна, ну, как бы ей тоже, наверное, я думаю, не пока. Вы её все Надя называют, а я такая официозна. Надежда Ивановна. Ну, короче говоря. Так, на эти вопросы я вам ответила. Два-два, да, что ещё хотела сказать уже за мало? А, ну, я же вам в прошлом влоге и сказала, что вот раньше младший, младший брат, младший двоюродный брат, что мы уже виделись, вот мы в Ялту ездили, да, и вот они маленькие ещё были. Деньке был годик тогда, а его брату было, блин, пяти, по-моему, ещё не было. Вот где-то такой возраст, около пяти, четыре с половиной, что-то такое, как Денька сейчас. Вот, и я помню, что они там что-то делили эти игрушки, какая-то ревность где-то возникала там у кого-то, и вот, ну, такие были недопонимания, да. А сейчас уже подросли и нету этого. Вот, поэтому я же говорю, что это не первое знакомство, вот такие дела. А, ещё по поводу машины, да, много чего говорят. Во-первых, да, я говорила уже, машина это не новая, объясню наш выбор этой машины. Во-первых, кто-то, как в комментариях написал, думаю, есть люди, понимающие, это классно, это приятно. Действительно, раньше, да, определённого года машины делали совсем по-другому. Машины делали более качественные, и салон, и внутри, как бы, да, и моторы, всякие внутренности делали лучше, делали качественнее. Раньше марка, бренд, да, своей машины направлял всё на то, чтобы сделать качественное авто, уделял этому очень много внимания, да. А потом, после определённого года, всё пошло на маркетинг, то есть зафаршируют красоту, а на деле внутренности не такие хорошие, как раньше. Поэтому многие автомобилисты, кто разбирается в машинах, они понимают, что раньше, до определённого года, что BMW, и Mercedes, и многие другие марки, и Range Rover, как у нас, до определённого года были качественнее. Есть марки, которые можно смело брать, да, но опять же, смотря в каком состоянии автомобиль, да, где ты берёшь, и где, это всё тоже имеет значение. Но сам факт, что можно брать, потому что эти моторы очень долговечные, вот, и надёжные. И внутренности, да, то есть по пластику, по вот этим, по коже, да, вот это всё такое, вот, тоже лучше, да. То есть вот раньше, допустим, там, когда делали кожу, сейчас не везде уже делают эко-кожу, да, это же уже другое. Ну, в общем, я образно вам говорю, да, у нас хороший кожаный салон, у нас всё супер. И мотор у нас ещё тот, который делали качественно, то есть это была одна составляющая. Дальше, рейндж-роверы, модели, которые у нас сейчас очень популярны, сейчас их просто не найти, особенно в хорошем состоянии, в таком, в котором мы взяли, их просто не найти. И цены растут очень быстро, и цены ещё будут расти на автомобиле, поэтому мы взяли удачно. Что касается ломкостей и всяких анекдотов по поводу рейндж-роверов, я думаю, что эти анекдоты делали люди, которые, знаете, в целом им нужна Тойота, какой-нибудь японец, который не парит мозги и которым заниматься не надо. То есть рейндж-ровер – машина капризная, ей нужно заниматься. Если мы вовремя меняем масло, вовремя всё смотрим, чтобы было вот это новое, вот это новое, вот это до определённого момента, и это для определённого момента, если мы следим за машиной, она будет служить верой и правдой долго. Тем более, и та машина, в годы которого делали всё качественно внутри. Вот, эта машина не для тех, кто хочет просто ездить и забить, да, то есть здесь желательно, чтобы всё было ровненько, масло, например, менять, каждые 8 тысяч, понимаете, да, это каждые там 4-5 месяцев, смотря кто как ездит. Ну, в моей езде где-то так, 4-5 месяцев мы меняем масло. Здесь действительно, чтобы залезть куда-то внутрь, делать какие-то моменты, её нужно разбирать, да, то есть снимать корпус весь. Мы очень рады, что мы у нас в Ростове нашли. У нас есть вообще здесь два каких-то центра. Один из них мы нашли, центр, да, это центр, где работают фанаты рейндж-роверов. Там хозяева, все ездят на рейндж-роверы. Мы там были, познакомились, это отличный классный сервис, и видно, что люди работают не, ну, знаете, вопрос не денег, там, заработать денег. Они просто любят эту марку машины и ремонтируют, только её знают они всё. Поэтому, если есть люди, которые знают о ней всё и ездят на этих машинах, да, соответственно, когда ты приходишь с какой-то проблемой, которую никто не может решить, и ты думаешь, что это такое, там, электроника, всё такое, а здесь тебе говорят, это вот это, это вот это, это вот это, и вот на вот это вот это обратите внимание, это должно быть всегда в порядке. Всё, мы тоже любим эту машину, она нам нравится, и мы готовы за ней смотреть, следить и так далее. И, конечно, эта машина не, как это, хотела сказать грубо сейчас, не для бедных, да, но нет, действительно, машина для тех, кто не будет на ней экономить. Нельзя экономить на этой машине. И, действительно, запчасти какие-то и что-то на неё стоят деньги, и обслуживание, всё это стоит денег, конечно. Мы готовы попробовать. Ну, чё, мой зайчик, с бабулей нагулялся? Вода разлилась у вас. Ты домой же идёшь, устал гулять? Два часа вы гуляли, мне кажется. Нагулялся? Десяти три. У меня всё по времени. Вот сейчас мы приехали в тот самый автосервис для ранжроверов. Тут везде ранжроверы стоят, сзади меня два ранжровера. Там загнаны только ранжроверы, тут вокруг стоят ранжроверы. Почему? Потому что, на самом деле, когда вы берёте не новую машину, не новый автомобиль, то всегда нужно закладывать определённую сумму на то, чтобы пойти и, на самом деле, всё поменять. Самое основное. Там по мотору, по ходовой всё посмотреть. Даже если, когда вы покупаете, там говорят, что всё прекрасно, всё замечательно, то всё равно первым делом нужно пойти и поменять масло. Ну, ещё зависит от того, какого года машина, да, и какая машина. Может быть, достаточно будет просто заменить масло, колодки, такие моменты, да. А если машина там более серьёзная, то, может быть, стоит уже, ну, от пробега ещё зависит, может быть, стоит поменять уже более детали какие-то, да, чтобы она служила ещё очень-очень долго. Всё это требует, конечно же, ухода. Вот. И мы это, естественно, знаем. И мы хорошо, когда рядом находится человек, который офигенно разбирается в машинах. Тебе ни о чём думать не нужно, да. И, конечно же, мы заложили сумму, которую вот мы идём в этот сервис, где здесь хорошо разбираются с этими ренджами, да, и как бы делаем просто её новенькой изнутри, да. Вот такие дела. А потом ещё планируем делать её необычненькой снаружи. Небольшой тюнинг и салона, и сверху, вот. Но сначала мы сейчас самым главным занимаемся, да, чтобы она чувствовала себя хорошо, да. Хотя, ну, как бы, нет никаких поломок сейчас, ничего. Она в хорошем состоянии, то есть я ездила, и всё прекрасно, да. Вот. Но, как бы, чтобы не переживать за будущее, да, нужно всё это дело поменять. Вот. Ну, вот мы меняем. Потому что сейчас уже приехали за машиной. Сейчас это мы сутки были без машины. Вот здесь всякие аксессуары для ранджроверов. Здесь всякие чехольчики, кнопочки. Видите? Наклеечки. Всё хочется, всё хочется. Что-нибудь наклеить, пролепить. О, ранджроверы, модельки, видите, стоят. А у нас есть моделька. Короче. Ну, вы поняли, да? Святая, святых мы попали. Кстати, первое, на что я обратила внимание, смотрите, тут вот для клиентов, для клиентов этого сервиса, ранджровера, разнообразного алкоголя. Я сразу спросила это, это, успокаивать клиентов. Ну, на самом деле, здесь вот такой сервис. Кофе, пожалуйста, вкусняшки всякие. Вечерочек, вечерок, вечерочек, ты со мной поговори хоть разочек. Ну, что, сопливая моя создание. А почему ты кусаешь маму? Доброго вечерочка, мои хорошие. Да, целый день ничего не снимала. Мы тут готовим, точнее, Надя готовит. Хоть я хоть на камеру буду говорить. Надя готовит. Привыкаю. Чем хотела поделиться, короче, я за все это время, да, еще сегодня на телефоне была целый день. Я ищу помещение, я заказала торт, наконец-таки. Да и не, я заказала торт, заказала торт большой, на 5 килограмм. Я насчитала, что гостей будет 23 человека, 6 детей. У них хреньяшки. Паламяшки. Так, 6 детей, взрослых, да. Аленка только моя не сможет на день рождения прийти. У них тоже, у ее сына Кирилла день рождения, 25-го. А, у них 25-го, у нас 23-го вообще, у них 25-го. Но вообще, 26-го мы отмечаем. Короче, они уезжают опять по морям, всем делам. Ну, пусть отдыхают, это надо. Вот. Короче, пригласила всех, кого могла пригласить. Но я еще не нашла помещение. Тут появились одни люди, которые помогают мне организовывать праздник. Вот. И они мне подкидывают площадки. Но сегодня, так как я была занята, целый день работала, я что-то позвонила по этим площадкам, там где-то трубку не брали, где-то это. Но вроде есть там две площадки неплохие. Но все они находятся в центре города. Короче, сейчас вот площадку найду, и все. И будем уже организовывать все мероприятия. Эти, серебряное шоу хочу, я не знаю, пиньяты какие-то там. Еще этот стол чем-то накрыть, всех накормить. Короче, голова болит. Но торт заказали. И если что, то дома. Один торт. Дома с тортом, да. Торт, кстати, деньги показала. Он такой, вау. Я говорю, заказайте на день рождения. Он такой, да. Сюрпризом получилось. Но он, не, он будет все равно сюрприз. Он забудет в то время. Еще до днюхи далеко. Забудет про это. Вот, короче, я сейчас работаю. И я не знаю. И я уже на самом деле время, вечер. Сейчас мы... А, мы заказали доставку еды. Вот сейчас мы хотим что-то приготовить. Надо за мясом сходить. Сейчас я за мясом схожу. И, 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 и. Мы хотим приготовить сегодня овощное рагу, которое мы делали не так давно. Только с мясом. Такое, а овощи с мясом потушить. Вот. Они готовятся долго, кстати, полтора часа. Но вот где-то и... Да, с мясом. Мы полтора часа тогда делали овощи только один. Их не надо было мешать. Мы просто вот так накидали все слоями, закрыли крышкой и все. Это вот такой рецепт нашли. Нет. Да, я думала, что вы едете где. Да, на газовой печке и... Сам прикол, что мешать не надо было. Просто разложил, выложил, поставил на определенный огонь и все. И на полтора часа. Маслица добавляли, поставили обязательно. Так, не помню. Но можем добавить. Короче, будем фантазировать что-то. Надо за мясом сходить. Вот, сейчас доставку принесут, я за мясом пойду. Вот. И что, мы покушаем и спать. Спать, спать, спать. Устали. Надо высыпать. Ой, а кто здесь, как здесь? Здесь, как здесь, барбос мой. Так, смотрите, для ночи... Ой, да, он мне другое что-то. Я ему сказала в бутылочках. Ну, короче, йогурты вот такие заказала. Да, чудо. Персик, маракуйя, 4 вида заказала. Вишня, черешня. Будем есть ложками. Не пить, а есть ложками. Клубника, земляника. Что еще у нас тут? И гавайский микс. Вот, посмотрим, что вкуснее. Так, а это деньки. Мы взяли йогурты, творожки. Барбосина, может, ты свалишь, а? А, это вот, кстати, я первый раз вот увидела на пробу. Там 8 плюс деньки. Будет, если буду брать. Так, масло взяла. Две пачки вот такого. Масло у нас быстро заканчивается. И что, творожок тут еще? Барбосина! А это что такое? Зелень. Так, ну все, вон они, творожки и масло. Дальше хлеба взяла. Вот такой вот на тосты беру. Это мы бутербродики делаем. Это мой любимый отрубной. Ну, естественно, мое молоко, девочки, как оно, само собой. Огурчики, помидорчики. А вот такой вот кофе хороший, кстати, якобс Бариста. Средней обжарки. Вот, это натуральный кофе. 230 грамм. Не помню, сколько стоит оно. 300 с чем-то, почти 400 рублей. Так, вот барбосина. Это посмотрите, какая барбосина. Вот какая барбосина. Надо лежать тут. Надо залезть везде. Носом своим. Так, все, 4 литра взяла. И здесь у нас овощи, которые мы будем готовить. Немножко баклажанов. Кстати, не было этих голден. Голден не было. Они говорят, плохие. Позвонили, мне сказали, яблоки голден плохие. Полкило взяли вот этих вот верчиков. Ой, какие маленькие шампиньоны положили. Яблоки только Айда Ред были. Это килограмм. Это так мало килограммчик. Лучок. Вот такие кабачки. Это вот все, что сейчас готовить. И вот это все у нас 5 килограмм. Какая-то дурная картошка. Как Барбосина. Этого Барбосина моя такая же дурная. Я только хочется его помучить. Он такой наглый. Он недавно мне, представляете, вот туда накакал. Представляете? И раскопал все. Вот здесь все было в земле. И я еще чудом унюхала, что он все-таки туда сходил, а не просто копал. Наругала его? Да, да. Да? Наругала мамка? Эй, это моя бантик. Да твой, твой бантик. Так, ну что, взяла мясо. В этот раз взяла свинину, потому что она быстрее готовится. И не хочется что-то, чтобы сильно долго все тушилось. Здесь овощи всяко разные. Сейчас будем их резать. Приготовили вот такой сотейник. Я не знаю, можно его назвать. Ну, короче, такая сковорода глубокая. Сейчас, в общем, посмотрим, может, свекровь что посоветует. Как вообще что-то свое, может, привнесет. Мы такие умницы девочки. Все нарезали и положили вот в наш сотейник. Все впритык. Ну, сейчас оно будет все ужариваться. Сделали медленное. Огонь прям медленный. В общем, готовится. Посмотрим, что получится. Барбосина украл мясо со стола, представляете? Только моя свекровь встала, положила себе вкусняшки. Только встала, там, дверь открыть. Он уже мясо стащил. Вообще. Что за кот такой? Наглый. Короче, вот что у нас получилось. Мы уже, прикиньте, это вот мы съели только вдвоем. И так вкусно. Я аж вторую тарелку съела. Очень вкусно получилось. Я пока малыша укладывала. Пришла, тут пахнет. Мясо вообще мягкое. Такое все такое сочное, вкусное. Короче. Вон, не доело еще чутка. Сейчас смотрю сериал «Бумажный дом» от 5 сезона, по-моему. Но новый сезон, которого я не смотрела. Вот. Свекровь моя пошла спать. И я тоже сейчас чуть-чуть посмотрю и пойду спать. Всем доброе утро. Я сейчас оделась. Прям вообще проснулась сегодня в 11 часов. То есть все, кофе еще не допила. Еду на ногти. Вот. К своей девочке, которая всегда мне делает и мне нравится. Что-то я до этого походила в одно место в другое, пока у нее свадьба была. Медовый месяц, все дела. Походила к другим. Последний вот раз попала там, здесь на районе сходила у нас. Маникюрчик сделала. Кошмар. Просто вообще ужас. Сейчас пойду к ней все исправлять. Вот. И зайду, конечно же, в свой любимый кофе. Думаю, куда зайти в Starbucks. Холодный взять кофе или в серф-кафе взять свой любимый горячий кофе. Наверное, горячий все-таки. Я не завтракала. Может, какую-нибудь плюшку там еще возьму. Кстати, девчули мои, недавно сделала нумерологию. Как обычно, знаете, мне пространство подгоняет людей. У меня номера сейчас на машине появились новые. И у меня такое чувство, я уверена была, я меняла номера от предыдущего хозяина. И прям неважно, какие номера у меня будут, я за них заплатила. Я хотела, чтобы их мне выдали рандомно. И я прям хотела провести нумерологию. Это я еще проведу. Чтобы мне посчитали цифры, что значит вот эта комбинация цифр у меня. Оно мне очень интересно. И выдали номер прикольный на самом деле, необычный. Что даже когда видят, говорят, ничего не платила за номер. Я говорю, нет, не платила. Просто выдали рандомно. Вот, мне кажется, какой-то необычный номер, говорящий. И вообще я верю в цифры, потому что не так давно я тоже смотрела там один прямой эфир. И просто, знаете, посчитать там, я не знаю, по-моему, свою дату рождения. И там выводится какая-то цифра, которая в принципе образно тебе говорит твое предназначение или что-то такое. И прям просто я всех посчитала, подруг своих, себя. Мне так понравилось. Все очень четко, прям про них, насколько я их знаю. Потом я им сказала, они такие, да, да, точно, есть такие моменты. Но нумерология, она складывается не только из чисел вот этих дат. Там столько всего много. Вот люди, которые этим занимаются, конечно, они это все знают и очень детально. Ну и мне было всегда интересно. В астрологию как бы я тоже верю, что есть звезды, складываются так, когда мы рождаемся. И кто вот понимает в этих вещах, тот может рассказать более подробные вещи. Я это на себе проверила. То есть у меня девочка есть, я вам уже ее много раз советовала, астролога, да, Алену. Она сделала натальную карту мне, мужу, ребенку. И то есть они у меня теперь настольные, на рабочем столе лежат. Я чуть что заглядываю, освежаю память. В общем, там очень много рекомендаций всяких. Вообще и всяких направлений. То же самое можно сделать и с нумерологом. Но нумеролог, у меня не было знакомого нумеролога, кто бы хорошо этим занимался. И я думаю, ну когда-нибудь он появится. И тут не так давно пишет мне девочка, которую тоже я очень давно знаю. Может быть, вы помните мою историю из Твери. Я жила в Твери. И вот одна из моих знакомых, с которой мы очень хорошо общались в Твери, она начала заниматься нумерологией. И она уже до того дошла. Ну вот понимаете, когда человек находит свое предназначение, до того дошло, что она уже обучает даже этому. То есть нравится ей это дело, а я доверяю людям, которые фанатеют от своего дела. Вот. И она предложила мне сделать мне, ну посчитать какие-нибудь цифры. Ну я говорю, давай посчитай совместимость нас с мужем. И в эту совместимость прям вошло даже, то есть она рассчитала меня отдельно, какие-то моменты сказала прям по мне. Очень все в точку. То есть я удивлена была, что цифры так четко говорят. Про него отдельно, да, что и там тоже я подтвердила много всего, что она говорила. Вот не зная его, совершенно не зная его, мы общались с ней еще тогда, когда у меня его не было. И мы после этого не общались, то есть ну разные города разъехались как-то, и общение не поддерживали. Но вот сейчас так сложилось, что снова общаемся, да, и ну то есть она узнала все это дело там впервые какие-то моменты. И удивительно, как четко цифры об этом всем сказали. Вот. И потом она наша совместимость сказала, то есть вот посчитала меня отдельно, его отдельно, все рассказала, то есть прям вообще она очень досконально, подробно все рассказывает. То есть если у нее заказывать нумерологию, она не просто, знаете, там вам образно что-то сказала. Мы по телефону час разговаривали, она показывала цифры, все наглядно рассказывала, показывала, какая цифра, за что отвечает. Прям, ну блин, там такой расклад глубокий вообще просто. Круто очень. Вот. И я хочу еще, еще она может цена посчитать. Вот я в будущем закажу еще, ну, как это, нумерологическую карту, да, наверное. Вот. И очень хочется мне посчитать цифры своей машины, что они значат. Вот. Поэтому если кто-то увлекается нумерологией, вам было интересно, то я вообще могу смело свою знакомую рекомендовать, потому что знаю, какой она человек, ее подход. Сама попробовала, посмотрела, как она все рассказывает. И я вам под видео оставлю на нее ссылку. И если есть такие, кто хочет попробовать себя в нумерологии, то тоже к ней можно обращаться. Она еще и обучает. И обучает очень круто. Ну, то есть передает свои знания, а знаний у нее много. А еще, знаете, заметила такой момент. Сейчас еду и думаю. Ну, вот всегда, вот сколько я себя помню, в Москве, Ростов, ну, неважно, в каком городе бы ты находилась, всегда, когда ты видишь рейндж-ровер, ну, крутая машина, классная машина. Всегда у всех возникает это. И даже сейчас мы взяли рейндж-ровер, и я вижу, о, на рейндже, о, на рейндже. Ну, вот такие вот, да, комментарии как бы, да. Даже у меня внутри такого даже, наверное, и нет ощущения. Не, понимаю, что классная тачка, здоровая, да, вот такие, ну, типа там на рейндже. Даже такого ощущения нет. Но замечаю вокруг и на дороге, что ощущение другое, да, что тачку уважают. И когда начинают писать в комментариях, там, или в целом говорят, ой, он ломкий, ой, они ломкие, ой, рейндж, там, типа, там, намучишься с ним, тра-ля-ля. Но почему-то в целом отношение к нему не такое, как к ладе, знаете, нашей, которая тоже ломается. Типа наши русские машины, так говорят, самые, там, не буду повторять, да, ну, не научились пока, что у нас делать хорошие машины. Вот. Ну и такого отношения нет. То есть при всем при том, что машина капризная, вот, что она там, она дорога в обслуживании, что можно сказать, что есть некий геморрой к тому, чтобы там подлезть к каким-то вещам. Это не просто раз там что-то починил, и все. Нет. Там, если что-то сломалось, или что-то нужно менять в определенной части машины, машину нужно полностью разобрать, снять ее верхнюю часть. Вот. А потом уже можно все подряд делать. Вот. То есть есть свои нюансы, да, но при этом она все равно не падает в свои крутости, в том, что, как бы, нелегко с ней, да. Все равно считается тачка очень крутой и классной. И знаете, я помню, что, когда в Москве еще жила, выбирала себе тачку, думаю, какую бы я хотела. И вот Range Rover это одна из тех марок, которые мне нравились. То есть как она смотрится на дороге, что там она здоровая. Причем все почти, что Range Rover мне нравились. Evoque и, ну, короче, все почти, кроме Discovery, наверное. Хотя Discovery тоже мне нравились. Короче, все Range Rover мне нравились. И вы знаете, я помню, что какое-то было такое внутреннее облегчение, когда я такая говорю, ну, вот мне еще Range нравится. И тут же говорю, ой, не, он ломуч, типа я его не буду брать, да. Там говорят, он ломается, говорят, он сложный там в обслуживании. Но это, знаете, то есть ты хочешь классную тачку, да, ну и отговариваешь себя. Так это про все, можно сказать, тачки. С BMW-шками то же самое происходит. Там то же самое, они постоянно ломаются, и с BMW ты из сервиса не вылазишь. Вот сколько я слышала это, столько и есть. Что Mercedes очень дорогой в обслуживании, что там тоже вот так вот, если ты хочешь там сэкономить и так далее, с Mercedes тебе не получится сэкономить. Вот, особенно если ты еще берешь нового, там за ТО-шки первые вообще столько денег уходит. Так что про каждую машину можно сказать, что они сложные, вот да, если за ними все-таки не ухаживать и не смотреть. Вот, но то, что это машина классные, качественные, долговечные моторы, да, и то, что они крутые, и то, что марка зарекомендованная, это не отнять. Поэтому кто не боится, как говорится, сложностей, да. Кто хочет ездить на хорошие машины, я туда же вписываю рейндж-роверы, Mercedes и BMW. Ну, придется ухаживать за машиной, как говорится. Иду, улицы пустые, парковочных мест много, но я все равно припарковалась на стоянке, как-то более спокойно за машину, когда она на стоянке под присмотром. 200 рублей обычно я плачу за стоянку в самом центре, нравится мне эта стоянка. Вот, сейчас я иду за кофе, как обычно. Посмотрите, какие красивые ноготочки мне сделали. Это, короче, цвета, закупились сейчас, цвета, которые трендовые, по версии, о, вот в тенечке, по версии понтон, что ли, там цвета. Офигенные. Вообще, мне так нравится. Непонятно даже цвет такой, между бежевым, грязно-розовый какой-то такой, прикольно. На улице жарища, переоделась, пришла домой и давно, кстати, не доставала эту курточку, пока вот прям погода позволяет. Сейчас пока поедем в церковый центр, в Икею надо зайти, кое-что там купить. Пока зайдем, мало ли будем возвращаться, уже будет холодно. А так я переоделась со спортивного костюма, просто велосипедки и кофточку. Вот, свекровь остается с малышом. Мы вернулись из Икеи, еще мы были в ДНС, брала там кое-что, и смотрите, что мы нашли. Вот такой вот пульт, прям на нашу модель, ну, на все модели Самсунга Ку. Ку, было написано, вот здесь он такой кожаный. Вот так вот, все, защита. А то Денька постоянно его открывает, закрывает, батарейки вытаскивает, роняет. Прикольненький. Только надо его, наверное, помыть. Засунула грязный. Прикольненький.